Массовое избиение заключенных в Одесском СИЗО действительно было. Это зафиксировали камеры наружного наблюдения в помещениях изолятора. Сегодня изъятые видеозаписи обнародовала областная прокуратура. Новые подробности неутихающего скандала далее в материале. Шокирующие кадры прокуратура представила в качестве доказательств. На них видно, в одном из корпусов СИЗО надзиратели создали так называемый коридор. Строем провели через него арестантов, некоторых при этом жестоко избивали дубинками, ногами, волочили по земле. Я думаю, что тут яскраво видно, что застосовываются и спецзасобы. Причем, что в соответствующих журналах, которые могут фиксировать использование как физического застосования, так и специальных засобов, ничего не вказано. Ранее открытое уголовное производство по статье «Превышение служебных полномочий» уже переквалифицировали по более жесткой. Применение пыток надзирателям теперь грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Даже если человек не наносит телесных ушкоджений, а просто прямо спостерегает за тем, что просто выводит туда своих работников, это также есть злочин. На массовое избиение заключенные пожаловались в минувшую пятницу. Говорят, таким образом сотрудники СИЗО мстили им за то, что днем ранее один из арестантов на хоздворе убил сотрудницу изолятора. Коридор сделали, кричат там, бегите, кто не бежит, все. Тюремщики, между тем, факт массового избиения заключенных по-прежнему отрицают. Говорят, в тот день всего лишь проводили обыски в камерах. На сегодняшний день не зафиксировано ни одной жалобы на избиение осужденных. А в Министерстве юстиции заявили, подозревают, что информацию о происходящем в СИЗО умышленно скрывали, потому проведут собственное расследование. Телефонуют и говорят, Денису Викторовичу, мы побили 100 человек. Ну, это же населительница. Конечно, нет. Все рапортуют, что мы провели обшуки, подчас обшуков мы вылечили там 20 литров горилки, 80 литров браги, 20 колюча-режущих, в том числе сокеру. Все. На этом ответ окончается. Я завтра лично выезжаю в Одессу, чтобы разобраться уже на месте. Мы никого не будем покрывать. И все виние понесут покарание и, возможно, и криминально. Пенитенциарную службу тем временем пикетировали активисты. Говорят, инцидент в Одесском СИЗО вскрыл глубинные проблемы всей системы исполнения наказаний. Это, в частности, невыносимые условия содержания арестантов. Теснота в камерах, отсутствие нормальной вентиляции, дневного освещения. Кроме того, некачественное питание, плохое медобслуживание и нарушение санитарных норм. Идем в Европу, а получается, что живем в Средневековье. У нас в тюрьме истязают, морят голодом, вши, чесотка, всевозможные болезни. От пенитенциарной службы общественники потребовали срочно приступить к решению этих проблем. Те же в ответ пожаловались на недостаточное финансирование и дефицит кадров. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесса.